Успеху Илона Маска завидуют все. Бизнесмены хотят зарабатывать, как он, ученые совершать прорывы. Так было не всегда. В его жизни были и провалы, и взлеты, он был на грани разорения, однако результаты мы видим налицо. И мы подумали, а в чем же секрет его успеха? Сегодня вы все узнаете. Как вы все наверняка знаете, Илон Маск — это известный предприниматель, изобретатель и инженер. Две его крупнейшие компании — Tesla Motors и SpaceX. Вся его жизнь — демонстрация того, что нужно заниматься тем, что нравится, и развиваться в разных сферах. В 2021 году Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, опередив в рейтингах основателя Amazon Джеффа Безоса. Что же предшествовало всем его сегодняшним изобретениям? Илон родился в городе Притория, ЮАР. Он был замкнутым ребенком, но очень любил чтение. Это занятие его так увлекало, что он забывал о реальности, погружаясь в очередную энциклопедию. В 9-летнем возрасте он увлекся моделированием и, окончив школу, уехал в Канаду и поступил в Королевский университет. Затем продолжил обучение в США. Вот так все и началось. А что думает сам Илон Маск о своем успехе? Давайте рассмотрим шесть основных принципов, которых придерживается миллиардер, которые помогают ему быть эффективным каждый день. Первый принцип — помните, что деньги не самое главное. Это убеждение ключевое в отношении Илона Маска к бизнесу. Он говорит, что не против погони за богатством, если это делается с соблюдением этических норм и правил, но им самим движет другое. Он предполагает, что большая часть его капитала пойдет на строительство базы на Марсе и не удивится, если проект поглотит все его состояние. Следующее, о чем говорит Илон Маск, это развитие того, что вас действительно увлекает. Мечта о создании базы на Марсе стала для Илона своеобразным ключом к успеху. Он уверен, надо стремиться к тем новым захватывающим вещам, которые сделают жизнь лучше. Он не скрывает, что компанию SpaceX основал разочаровавшись космической программой США. Устал ждать, когда людей отправят на Марс. Начать решил с отправки на планету небольшой оранжереи. Взялся за проект и понял, что главная проблема в космических технологиях — это высокие цены. Так родился самый дешевый в мире ракетный бизнес. Для Маска ключевым в нем стало не зарабатывание денег, а высадка человека на Марс. Третий принцип — имейте смелость мыслить масштабно. Одна из ярких черт бизнеса Илона Маска — это его смелость. Он всерьез намерен совершить революцию в автомобильной промышленности, колонизировать Марс, построить сверхбыстрые поезда в вакуумных туннелях, соединить искусственный интеллект с человеческим мозгом, перевернуть мир солнечной энергетики. Его проекты похожи на футуристические фантазии, и он не скрывает, что его вдохновляли книги и фильмы, которые он узнал в детстве. Четвертый принцип Маска — это рисковать. В жизни Илона Маска был момент, когда он рискнул. К 2002 году он продал принадлежавшие ему активы своих первых двух предприятий, путеводителя по городам, которая представляла программное обеспечение для газет Zip2, и компания онлайн-платежей PayPal. Ему едва исполнилось 30, и на его счету лежало почти 200 миллионов долларов. Он хотел вложить половину состояния в бизнес, а половину сберечь. Так не вышло. Его новые компании столкнулись с самыми разными проблемами. Кроме того, первые три запуска SpaceX провалились, и у Tesla были всевозможные производственные сложности, касавшиеся и цепочки поставок и дизайна. Затем в мире разразился финансовый кризис. Перед Маском стоял серьезный выбор — сохранить свое состояние и смотреть, как гибнут его компании, либо попытаться спасти их, вложив все деньги. Он не прекратил инвестиции. В какой-то момент бизнесмен попал в долги, ему пришлось занимать деньги на жизнь у друзей. Но к перспективе банкротства Маск относился философски. В конце концов, он не учился в престижной школе, что не помешало ему открыть серьезные компании. Задумайтесь, часто ли вы сами идете на риск? Какие в вашей жизни были самые рискованные действия? Пишите в комментариях. Также Илон Маск рекомендует игнорировать критику. Бизнесмен не скрывал, что его шокировало, как многие злорадствуют и откровенно радуются его неудачам. Но он проигнорировал всех недоброжелателей. Сам Маск считал главным критерием своего успеха найденные решения для важных проблем, а не свой доход. Он не беспокоился о том, как он выглядит после финансового провала. Это значительно упростило для него принятие решений. Он не думал о внешнем впечатлении, о деньгах. Его волновали только, по его мнению, важные вещи. И последний, но немаловажный принцип – занимайтесь вещами, имеющими значение. Маск заметил, что во многих фирмах ставят перед собой скромные цели и идут к ним медленно, мелкими шагами. Небольшие ошибки и заминки при таких раскладах никого не смущают. А тех, кто проявляет смелость и хочет добиться действительно прорывного улучшения, увольняют, если задумка не срабатывает. И большинство компаний предпочитают чуть-чуть улучшать свои старые продукты, не осмеливаясь придумывать совершенно новые. Бизнесмен же предлагает. Убедитесь, что вы работаете над вещами, имеющими значение. В его личной иерархии лидируют две важных вещи. Во-первых, он хочет ускорить переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Во-вторых, колонизировать Марс и сделать жизнь многопланетной. И хотя ему уже не нужно каждый день ходить на работу ради выживания, он продолжает это делать, несколько лет игнорируя отпуск, поскольку искренне увлечен своим делом, своей работой и радуется возможности воплощать свои детские мечты во взрослой жизни. А как вы думаете, какие еще факторы объясняют популярность этого человека? Будем ждать ваши комментарии. А на этом у нас все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До новых встреч!